Итак, мы в батальоне призрак. Поселок Донецкий. Поселок Донецкий, да. Рядышком передовая. Боец, представьтесь. Значит, позывной рейм. Фамилия, имя, обязательно? Да нет, конечно, не обязательно. Ну, скажем так, позывной рейм. Должность, звание? Командир северковой роты, старший лейтенант. Ну, с вопроса обычная на сегодняшний день, с пресловутой очередной перемирия, как соблюдается и не соблюдается? Собственно, это как обычно. Они себя, наши оппоненты, не стесняют. Оппоненты? Ну да, но ласково. Ласково, нормально. Значит, они не стесняют себя ни в каких средствах. Вот. То есть, ответить минометным обстрелом, либо стрелковым оружием, крупнокалиберными пулеметами. Собственно говоря, они не стесняются, это все делают. Скажем так, не так шквально, но тем не менее, это практикуется. Темное время суток, это, в принципе, чаще всего. Да. Ну, это линия соприкосновения, да, там, Желобок, ну и ближе туда к Попасной. А вы сами откуда, товарищи? Сами с Луганска. Живу в Луганске с 2005 года. Родом с Луганской области. А до войны? До войны. До войны я служил в бригаде морской пехоты. Она была одной единственной у нас на Украине. Когда-то была... Это та, которая в Крыму? Это та, которая в Крыму. Да, там... В Феодосии 13-й. Там замечательный бывший мой командир лейтенок служил. Вот. Ну, я служил при Ленине. Вот. Прекрасный был у нас начальник штаба, прекрасные ребята. Печально, что некоторых я сейчас вижу, как воинских преступников в СССР, это тот же Баранюк. Ну, если при мне он был лейтенантом, сейчас он, по-моему, то ли подполковник, то ли полковник. Вот. Ну, в 2005 году вот бригада была расформирована, и я приехал в Луганск. Да, и с того момента в городе. А вот в ту пору, когда вы там служили среди бойцов-морпехов Украины, наблюдались какие-то повышенные националистические настроения? Либо это... так... Не срочная служба с никакой политикой? Нет. Не наблюдалось от слова вообще. Потому что в 2014 году, когда батальон выводился с Феодосией, вот, и я помню, как сейчас интервью, у кого брали точно, я сейчас не вспомню, вот, ну, ребят, задался такой вопрос, как вы относитесь к тем, кто остался из батальона в Крыму, вот, считали ли они их, как бы, там, предателями, либо, там, изменниками? Ответ был отрицательный. Нет, не считали. Вот, вот, такая ситуация была. Ну, а уже здесь по приходу, по промыванию мозгов и всему остальному, собственно говоря, люди, люди просто потерялись. Потому что еще частый вопрос был, задавался, а как же воинская присяда? Все мы ее принимали в свое время, да, вот, и я, допустим, не смог бы выполнить преступный приказ какого-то там самозванца с Киева, который захватил власть и отдал приказ армии, армии авиации, бомбить свой народ, мирных граждан, это, собственно говоря, был приказ армии, которая должна стоять на защите своего народа. Она начала их уничтожать, поэтому здесь чуждо говорить о том, что какое-либо там нарушение воинской присяги. Война затяжная, на годы и на годы. Вот как удается бойцов и чем мотивировать такую ситуацию? Ну, все очень просто. Правда за нами. Война, пусть она сейчас, как бы, называют это перемирием, пошла подлая. Подлая, это, то бишь, их вылазки, ДРГ, либо просто там какие-либо обстрелы, ну, как бы так ни было. Лезут, лезут и выгребают, и выгребают по полной. И будут выгребать, потому что, правда, за нами. Ну, это понятно. Да, и, скажем так, 7 июня, вот тут тоже недавно, тут буквально в феврале месяце, не мы к ним, они к нам. Ну, почему-то мы оказываемся готовы, и это очень сильно греет то, что мы не страдаем от этого и не пострадаем. То есть мотивация такая, что мы прекрасно понимаем, если они перейдут наступление, если они займут нашу территорию, нам просто физически не выжить. Мы здесь сражаемся просто за жизни своих близких. Ну, это такая базовая, основная мотивация. Я имею в виду о дальнейшем, но люди чего хотят? О дальнейшем. О Большой Новороссии уже давно никто не говорит. Получается, мы честно работаем пограничной стражей на юго-западных рубежах России. Это будет годы и годы, люди все прекрасно поняли и готовы сражаться. Я правильно понимаю, или нет? Нет, все правильно, значит, но здесь еще такой нюанс. Да, мы в окопах, но тем не менее есть возможности заниматься также своей личной жизнью, немножко выдергиваем те же увольнения. Ну, все согласно контракту, как бы там ни было, все равно выдергиваем, делаются там в нашей республике документы, новые документы. Кто-то машину покупает, кто-то паспорт все делает. Ребята немножко живут, женятся ребята. То есть, как бы там ни было, на окопах жизнь не зациклена. Люди живут и должны жить. То есть, что такое сильная государство? Это когда сильные, крепкие семьи. Семьи надо делать. И мы стараемся это, в принципе, делать и давать возможности бойцам, и нам, как бы так, жить и думать о жизни. А война, война, это когда-нибудь, но она все равно закончится. Это помогает, как бы так. За то время, сколько вы воюете, самое памятное событие. Самое памятное событие. Самый запомнившийся человек на этой войне. Ну, скажем так... Какой-то обрезавшийся в память боевой эпизод. Ну, боевых эпизодов достаточно хватает. Все они в памяти. Все мы все помним. Да, конечно, и потери были. Всегда о них помним. Ну, вот то, что будет кровоточить в памяти всегда. Всегда есть какой-то такой момент... Знаете, перекрывается. Все перекрывается тем, что попадаются в этой войне, на этой войне хорошие люди. Вот, мне, допустим, прекрасный человек попался в этой войне, да, это Олегович, Владимир Олегович. Мы так с ним схлестнулись, характерами сошлись, да, он командиром был, прекрасный человек. Кстати, сейчас тоже служит здесь же в ЛНР, да, но не в нашем батальоне, но, тем не менее, это есть. И такие люди присутствуют. И за счет таких людей, замечательных людей, прекрасных командиров. Все тяжелые моменты, они в памяти затираются, моменты, да, 30 августа 17-го года, скажем так, очень такая ситуация была. Ехали ребята. Это здесь, на этой позиции? Да, конечно, это здесь. Поднимались ребята к нам на высоту, ну, и прямое попадание Птура. В очередное перемирие, как всегда. В конечной перемирии. Вот, и, значит, вылазка противника, попадание Птура в машину. Ребят погибли. Значит, Леху Морозова. Просто он после сгоревшей машины поместился в пакетик. Звонит мать, просит передать его тело. Ну, тело. А тело вместилось просто в обычный продуктовый пакет. Пускай это украинская мама услышит и задумается над тем, с кого и как защищают ее сыновья здесь. Да, так же точно, там, непокойный. Ну, оторвало человеку руку. Лежит, да, еще в сознании. Говорит, ну, надо было перевернуть его. Перевернули. У Артура легкие в руках остались. Тут просто, говорит, что-то спина болит, может, что-то уколите. А что колоть? Легкие были в руках. Это обстрел было? Это не обстрел, это все тот же ПТУР, это та же машина. Просто на своих позициях, так, по-подлому, скажем так, по-подлому. Это то, что я говорю, что война подлая, вылазки ДРГ и всего такого. Седьмое июня, то же самое. Ну, заскочили в окопы. Вот. Укропы даже, противник даже не представлял, сколько нас там. Я не знаю, что они подумали. Может, там бригада в окопах сидела. Нет, мы просто вели бой с закрытых окопов, с заброшенных, фактически заброшенных окопов. Вот. Было нас не так-то уж и много. Тоже Леха погиб. Прямое попадание, 152-я, разорвалась в 50 сантиметров. Что интересно, ПК его, ну, приклад там оторвало, все. У Лехи не было ни единого осколка в теле. Вот мы его, когда вынесли с окопа, а внутри все порвало взрывной волной. И опять-таки в перемирии. И опять-таки, да, вот как бы так перемирия, но они... Да, я помню, что это было. Они решили просто-напросто захватить, зайти, желобок, вот что-то хотели дать, как бы так, но опять получили позагривку. Вот, ну, это такие вот крайние моменты, да. Ну и также еще, допустим, это вот буквально февраль месяц, просто на позиции тоже, ну, полезли. Ну, полезло три человека. Опять же, мы их, ну, жалко было, жалко. Перемахнул один позывной проводник, по-моему, сержан, там разведчик с Чернигова, если я не ошибаюсь. То есть это они дошли уже до наших окопов, вы их с... 30 метров. Подпустили уже края на 30 метров. Ну, значит, стрельба была по ногам. Ну, чтобы живым, чтобы человек... Ну, в принципе, да. Зачем убивать, ну, там, мало ли, подлечь, да, назад отправят, там, к матери, к родным. Может, у него семья была, мы ж не знаем. Вот, значит, получив ранение в ноги, начал вести бой. Выхода не было. Выхода не было, понятно. Человек был убит. Двое, кто с ним был, были ранены. Мы даже не стали ничего предпринимать. Они просто ушли, ушли, и слава Богу. Бог им судья, так сказать. Ну, понятно, это... Мы эвакуировали, забрали. Возможно, уже передали нашей власти его родным. Тело, собственно говоря. Ну, это такие вот моменты. Война, война. Это те моменты, из которых текущая война состоит. Да, это вот буквально, это вот перемирие такое. Это просто я называю то, что по перемирию. Потому что, скажем так, тот же 17-й год. Вот день у нас здесь вот, в поселке, люди, школьники, уезжают в школу. Открывается огонь. С 29-го блокпоста ВСУ работает БМП-2. Снаряды разрываются над головой. Мы бежим убирать людей с остановки, чтобы они прятались. Потому что некоторые там в наушниках, может, что-то не слышат. Ну, в общем, людей попрятали. Ничего так. Все обошлось с мирными гражданами. Ну, как, физически обошлось. А вот третьекласснику, второкласснику, как это, на психику все. Это, конечно, ну, мы не психиатры, скажем так. Ну, хорошего мало. Тебе приходилось с пленными беседовать? Да, беседовал. А хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь. Хотя бы на четвертый год войны-то понял? Значит... Вот твои впечатления, как честно. У них всех было состояние аффекта. И одно. Я чуть ли не только подносил там снаряды, либо какой-то водитель. Это не четыре года говорят. А? Четыре года говорят. Ну, да, да. Это вот так вот. Я, Ян и Я, ну, как их президент, который в свое время говорил, о себе рук и ничего не брал. Вот, поэтому у них та же самая песня. Потом приходят опять, и опять, наверное, становится в строй, и берут в рунки оружия. Ну, собственно говоря, вот такие вот дела. Спасибо, брат. Да нет, за что. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok